Расширение уходовых услуг, увеличение времени на каждого подопечного. Такие задачи стояли перед социальными службами региона в начале прошлого года, когда был запущен пилотный проект реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В координационном центре, который разместился на базе областного центра «Семья», создали группу модераторов и тренеров. Они учат социальных работников ухаживать за пожилыми людьми, тому, как правильно пользоваться современным реабилитационным оборудованием. Любой процесс межведомственного взаимодействия – это всегда процесс очень тонкий, со множеством разных подходов к разрешению той или иной задачи. Однако нам на региональном уровне удалось такое взаимодействие эффективное оказать, и все коллеги очень искренне и ответственно к этому процессу подключились. Проект реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами был запущен в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Тогда в пилот вошли шесть субъектов Российской Федерации, а сейчас уже 24 региона включены в федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода. Самарская область присоединилась к пилотным регионам в 2021 году. Новый формат реализуется в Отрадном и Чапаевске, однако перед этим отдельные элементы СДУ внедрялись на предпилотных площадках, которыми в 2019 году стали муниципальные районы Приволжский и Большеглушицкий, а в 2020 – Отрадный и Самара. Командная работа способствовала тому, что да, были определенные вопросы, которые, может быть, мы взяли в работу и на 2022 год, но и было очень много сделано и шагов, и ответов, собственно говоря, которые уже являются нашими собственными и общими наработками. У нас до внедрения системы долговременного ухода 76% наши соцработники оказывали услуги по доставке. Лекарства, продукты, оплата квитанции и так дальше, и так дальше. И только 24% было уходовых услуг. В этом году уже мы можем констатировать факт, что это 86% уходовых услуг и 14% это сервисных услуг. Очень важно увидеть на перспективе, и самое главное, на два шага вперед, что нужно изменить законодательство. Вот это взаимодействие имело свой результат. Самое главное – это оценка тех, кто получает эти услуги. И второй момент при посещении, при проведении выездного заседания мы отметили оснащение, потому что ведь тоже очень важно оснащение, именно целевое оснащение тех средств реабилитации и того оборудования, которое помогает и специалистам, и самое главное, еще раз говорю, отметили посетителей, то есть потребителей этих услуг. Индивидуальный подход, качественное обслуживание, профилактика когнитивных нарушений граждан старшего возраста – основные направления работы системы. За год участниками проекта стали 812 пожилых граждан. Задача на 2022 год – взять под опеку как можно больше тяжелых пациентов, тех, кто без посторонней помощи обойтись просто не может. Особое внимание уделяется родственному уходу. Более 180 человек прошли обучение в школе реабилитации и ухода за близкими людьми, с которыми они проживают вместе. Виктория Шарая, События.